Марина, мы с тобой! Дорогие друзья, к сожалению, Марина не может выступить, как она обычно это делает перед вами. Она выступала сейчас в конституционном суде. Я есть героина Молдовы! Марина Толгер! Я есть героина Молдовы! Дорогие друзья, меня очень настораживает тот факт, что суд объявил о том, что в час дня сегодня будет уже вынесено решение. Это означает, что в суду уже практически все ясно. И они шлипуют последние буквально метры. Мы с вами должны дождаться этого решения суда, каким бы оно ни было. Но я хочу вам сказать, что каким бы ни было решение конституционного суда сегодня, это не означает, что партия ШОР прекратит борьбу и свое существование. Будут найдены другие юридические пути, законные пути, потому что мы с вами всегда основывались на законе. И сегодня мы не услышали ни одного законного довода или доказательства того, чтобы мы нарушали закон. Поэтому в любом случае победа будет за нами. Виктория! Виктория! Уважаемый век, разрешите я буду дать слово представителю КГУЗИ и человеку ответственного за Кабарат Александр Панова. Залан Хаирова, суд Молдова! Добрый день, Молдова! Добрый день! Уважаемые друзья, сегодня в очередной раз мы собрались здесь и наблюдаем за тем, что происходит в стенах конституционного суда. Дорогие друзья, сегодня наши коллеги, наши депутаты сообщили нам о том, что в час дня будет вынесено решение. Друзья, разве дело такой важности выносится за два часа, скажите, пожалуйста? Разве дело о партии или вопрос о закрытии народной партии, которого поддерживают более 300-400 тысяч граждан Республики Молдова, может решиться за два часа? И мы четко понимаем сегодня, что Майя Санду, правящая правительство, правящая партия, дала сегодня четкую задачу признать нашу партию не конституционной. Но мы это услышим в час дня, когда будет решение о конституционном суда. Дорогие друзья, буквально два года назад мы наблюдали за тем, как проходила избирательная кампания президента Республики Молдова. Майя Санду говорила на молдавском языке. Говорила? Майя Санду говорила на болгарском языке. Говорила? На гагаузском языке. Говорила, дорогие друзья? На русском языке. Говорила? Она говорила о том, что будет защищать все данные языки. Говорила о том, что будут защищать наш меньшинство на территории Республики Молдова. И что происходит сегодня, дорогие жители Республики Молдова? А сегодня происходит то, что западные кураторы просто-напросто руками Майя Санду, руками партии ПАС уничтожают нашу культуру, уничтожают наш язык, уничтожают наше общение на родном языке, уничтожают нашу дружбу между собой. А самое главное, уничтожают наш жителей Республики Молдова. Поэтому мы все вместе им говорим «ЖОС МАЯ Санду!» «ЖОС МАЯ Санду! ЖОС МАЯ Санду!» Уважаемые друзья, когда состоялись выборы в парламент Республики Молдова в 21-м году, действующая или правящая партия ПАС приходила с лозунгами о том, что у нас будут высокие заработные платы. У нас будут низкие цены на продовольствие, у нас будут низкие цены на свет, газ и тепло. Мы будем дружить со всеми странами, окружающими нас. Мы будем сохранять нейтралитет Республики Молдова. Что происходит сегодня? Сегодня происходит то, что мы, нас, действующая власть, нас, президент МАЯ Санду, втягивает в военный конфликт в Приднестровье. Мы сегодня слышали о том, что действующая власть в лице МАЯ Санду поставила ультиматум Российской Федерации, чтобы они в течение 30 дней вывели своих миротворцев в Приднестровье. Это не миротворцы, это жители Приднестровья. МАЯ Санду и действующая власть обращаются к вам. Это те люди, которые родили там детей, воспитывают внуков и живут там и хотят провести и старость там и умереть на территории Приднестровья. Так же и на территории Гагрузии, дорогие друзья. Нас называют сепаратистами, потому что мы не согласны с действующей властью. Потому что мы выступаем за честность, за справедливость, за сохранение нейтралитета. Потому что Гагрузия была всегда якорем нейтралитета Республики Молдова. Поэтому нас не любят, поэтому она нас давит. Браво, браво! Браво! Браво, браво! Браво, браво, Гагрузия! Молодец, браво! Поэтому она нас давит, но мы, гагрузский народ, сконсолидированный и сплочен. И мы все вместе и в Гагрузии говорим, что нам такие правители не нужны. И мы приезжаем рядом с вами, отстаиваем партию Шор. Потому что партия Шор – это народная партия. Партия Шор – это партия, за которой идут люди. Партия Шор – это партия конкретных дел. А действующая власть боится нас. Поэтому мы сегодня здесь, поэтому мы говорим «ЖОС МАЯ САНДУ! ЖОС ПАС и ЖОС ДИКТАТУРА! ЖОС МАЯ САНДУ! ЖОС МАЯ САНДУ! ЖОС МАЯ САНДУ! ЖОС МАЯ САНДУ! Друзья, нам МАЯ САНДУ, действующая власть, говорила о том, что 9 мая – это праздник, который отмечает весь мир. Это день победы над фашизмом. Но что сегодня происходит, дорогие друзья? Сегодня анонируют праздник 9 мая, и сегодня они будут отмечать День Европы. Она говорила о том, что она будет поступать за сохранение семейных ценностей. Они будут выступать за православие в нашей Молдове, за то, чем мы живем. Но что сегодня происходит, дорогие друзья? Вчера состоялся гей-парад, парад ЛГБТ. И я уверен, тот человек, который сюда пришел, он убежал снова парада и пришел сюда. Поэтому мы его и не восприяли, дорогие друзья. И мы его посылаем обратно в аппарад ЛГБТ, пусть идем дальше туда, откуда пришел, дорогие друзья. Сегодня все понимают, что Республику Молдову действующая власть ставит на колени. Сегодня все понимают, что нас буквально-будрость выгоняет с нашей страны. Сегодня все понимают, что действующая власть боится конкуренции, здоровой конкуренции. А партия СОР сегодня четко говорит. Мы вызываем все политические партии, так сказать, на дуэль конкуренции. Покажите своими делами, что вы можете сделать для народа. И народ вам отдаст оценку. Но сегодня единственная партия, которая поддерживает большинство граждан Молдовы, это партия СОР. И сегодня все партии, и действующая власть в том числе, понимают, что основным конкурентом на политическом поле является партия СОР. Поэтому нас сегодня хотят признать не конституционной партией. Сегодня нас хотят признать не народной партией. Сегодня нас хотят признать партией вне закона. Но это не так. Мы понимаем, что это все саприковано. Мы понимаем, что это просто-напросто указание Майя Санду, чтобы партии СОР не было. Потому что она нас боится. Она боится народ. Она боится всю Молдову. А самое главное, она боится партии СОР и нашего лидера Илона Мироновича СОР. Поэтому поддержим нашего лидера. Илон, мы с тобой! Илон, мы с тобой! Илон, мы с тобой! Илон, мы с тобой! И сегодня, дорогие друзья, как бы они не хотели очернить имя нашего председателя, как бы они не хотели очернить имя Марины Таубер, сегодня весь народ Молдовы понимает, что это все заказные, саприкованные, уголовные дела, чтобы очернить имя наших лидеров. Но мы не верим. Мы не сдаемся. Мы все вместе идем вперед. И с каждым днем нас становится все больше и больше. И будет становиться все больше и больше. Потому что мы действительно на стороне истины. Мы действительно на стороне власти. А самое главное, мы действительно на стороне народа Республики Молдова. Ной, семье, партия душа! Ной, семье, партия душа! Ной, семье, партия душа! Ной, семье, партия душа! Ной, семье, партия душа!